Итак, мы с вами в студии программы подробностей. Как уже было сказано, у нас в гостях Тимур Морозов, начальник управления связи и информационных технологий нашего областного Минпрома. Тимур Александрович, здравствуйте. Сегодня мы вас будем пытать по вопросам нового портала электронного. Я бы сразу вас попросил рассказать о том, что это такое, а потом бы мы уже с вами поговорили, зачем это надо и как этим всем пользоваться. Итак, о чем пойдет речь? Что это за проект? Этот портал, он в себе содержит возможность получения государственных и муниципальных услуг с компьютера без похода в органы власти. Но ходить туда все равно, наверное, надо, если получить документ какой-то требуется. Но подать заявление, посмотреть, какие документы нужны для подачи, какие сроки, куда обращаться. Это все аккумулируется на портале госуслуг. Это интернет-сайт. Любой пользователь на сайте госуслуги.ру может зайти, посмотреть, ознакомиться, сказать, какие услуги вообще бывают. Потому что многие люди не знают, перечень услуг не знают, что им положено, что им не положено, как они называются. Ознакомиться, зарегистрироваться можно, подать заявление. Вам или перезвонят, или придет сообщение, или в электронной почте. Назначат время. По времени прийти, без очереди вас примут. Оформят какие-то дополнительные документы, если нужно. Выдадут справки, выдадут необходимые документы. Мы такое вот видели раньше только в фантастических фильмах, таких российских. Когда там говорит человек что-то куда-то, а ему уже раз и нужно, и вот это вот что-то там выходит. Вы сидите дома, а люди уже, госорганы уже работают. Да-да. Но это, так я понимаю, часть того, что называется электронное правительство. Да, это как раз и есть составная часть электронного правительства, взаимодействие органов власти с населением посредством электронных приборов, посредством электроники. То есть, люди освобождаются от таких вот великих, голдящих, душных и нервных очередей. Да. Ну и, собственно говоря, и госчиновники, коим вы являетесь, тоже от таких вот в коридорах скоплений народов освобождаются. Вся нагрузка идет в компьютер, на компьютер он выдержит все практически. Еще. А вот теперь, значит, насколько, ну, просто людям, которые не очень с компьютером в ладах, вот этим всем пользоваться. То есть, я так понимаю, что существует последовательность. Вошел, увидел перечень, осторожник так мышкой раскликнул, ага, тебе положено, не положено. Потом, раз, как это, что сделать. Вот так вот. Сложность здесь не выше, чем пользование обычным интернет-сайтом. Даже вот новостным, можно прийти. Любой новостной сайт. Там организовано все по принципу доступности для любого человека большими, крупными блоками. Разделение идет услуг не только по ведомствам, потому что бывает, что человек даже не знает, какое ведомство, а популярность услуг. По жизненным ситуациям. Зайти на сайт рязанские жители, жители Рязанской области, для них есть специальный сайт 62.gosuslugi.ru. Там есть услуги только для Рязанской области. То есть и федеральные, и министерства, и ведомства Рязанской области, и муниципалитетов. Там нет других областей, чтобы не путаться и не... Чтобы в Владимирскую не зайти. Да, не зайти в Владимирскую или Архангельскую. Достаточно все просто. Заходите, выбираете по популярности. Основные услуги, которыми пользуется население, они все автоматически выводятся. Налоговые инспекции услуги, штрафы, штрафы ГИБДД, паспорт. Там несколько видов паспортов. Старого образца, нового образца. Разнообразные услуги, их перечислять даже очень долго. То есть они все видны. Нажимаете на кнопку на экране, и показывается эта услуга. И там все документы, которые необходимо представить. Есть документы, которые можно заполнить. То есть нажимаете, форма скачивается, вы заполняете. Если хотите, вы отнесете сами. Если вы зарегистрируетесь на портале, то можете отослать в электронной форме заполнить. Приложить свои документы в электронном виде, отсканированные, и отослать. Вот тот же самый электронный запрос в электронном виде на загранпаспорт. В электронном виде все заполняете, сканируете, отправляете, вас вызывают. Вы просто показываете свой паспорт, расписываетесь. Вы были расписываться в новом паспорте и получаете практически его. Ну, фантастика. Народ вот что подумает. Обдерут как липку. Значит, эту услугу сколько там стоит. Сейчас у меня там из компьютерного счета какие-то деньги скачают. Сколько это стоит вообще и стоит ли что какие-то деньги? Это услуга бесплатная, но оплачивается так же, как обычный доступ к интернет-сайтам. То есть отдельных каких-то плат за это нет. То есть дополнительно ничего нет. Ничего нет. Потому что все привыкли, что там по телефону тебе какую-то услугу на телефон. Раз, мелодийку. Но надо платить за это. И даже смс, когда приходит оповещение с сайта, они все бесплатные. В личном кабинете можно настроить автоматическое оповещение. Штраф пришел, не надо туда заходить на сайт. Он вам автоматически пришел на телефон, что у вас случилась неприятность. Слушайте, ну то, что вы рассказываете, совершенно не сообразуется с нашим российским менталитетом. Это как? В очереди не стоять. Это не нервничать, это не отпрашиваться с работы. Это значит, не ловить взглядом чиновника, а тот ли это не тот. Быть такого не может. Совершенно новый уровень. Очень удобный для людей. Вам назначают время, и приходит контактный телефон и имя, фамилия чиновника, который у вас. И вы можете позвонить и перенести время на удобное вам время. То есть вы еще можете... Можете скорректировать время. Скорректировать, да. Хорошо. Ну кто может этим пользоваться? Буквально все и по всем вот этим вот указанным вами, так сказать, направлениям. Можно и штраф платить, и паспорт, начать с паспортом работы. Любой гражданин может пользоваться. Для того, чтобы в электронном виде заказывать услуги, необходима просто пройти простая процедура регистрации. Там есть несколько путей. Можно на этом остановиться чуть поподробнее. То есть там заполняется анкета. Если вы не хотите вообще никуда ходить, по почте вам. Но это надо ждать 2-3 недели. По почте придет код активации в конверте. Вы на почте по заказным письмом получаете, показываете паспорт. Все, вводите код активации. Все, у вас появляется пароль. И ваш СНИЛС, это номер пенсионного строения, является логином. То есть логин СНИЛС и пароль. Это является вашей электронной подписью. То есть вы заходите по СНИЛСу и паролю. И уже можете отправлять запросы в электронном виде. Получать штрафы, получать опять же выписки по налоговым каким-то начислениям. Можно ускорить процесс. По адресу Есенин 21 есть центр обслуживания Ростелекома. Там у них на первом этаже есть кабинет, в котором в приличном визите тут же в течение 7 минут выдается пароль и логин для доступа к сайту госуслуги. Ну а для людей старшего поколения, для пенсионеров, можно сказать, что можно пойти со старшеклассником Внучковым. Который вам все там покажет про Казахстан. Поможет. Если старшего возраста, можно дойти до Ростелекома потихонечку. Там очень доброжелательные, вежливые люди объясняют, все покажут, дадут конвертик, все расскажут, куда что нажимать. Скажите, как эта система сейчас работает по вашей практике? То есть много людей обращается, многие ли пользуются парталом? На сегодняшний день более 40 тысяч жителей уже зарегистрировались и получают... То есть обвыкают, как говорится, обвыкают народ. 40 тысяч человек уже есть. Ну конечно, это очень удобно и туда, и туда, и сюда. Можно не выходя из дома, все свои вопросы где-то процентов на 80 решить. Есть часть услуг, которые вообще даже не потребуют визита. То есть отправили документы, вам начислили какую-то льготу, и она все начислилась. В формате я дома, вы в кабинете, и больше между нами еще только одни... Вам придет, что вам одобрена услуга. Но если по федеральному закону какой-то документ надо получить, вам укажут время, когда прийти, вы придете, никаких очередей, получили документ. Понятно. Но вот еще, знаете как, я представляю, конечно, широкий, просторный, светлый коридор госучреждений, где народа нет, а все работают с компьютерами, и все это такой фильм будущего. Но все-таки люди наши, у них такой менталитет, что нет, я вот приду и сам сяду, и двери где-то, и буду ждать. А это вот параллельно-то возможно, если вдруг кто-то скажет, я лучше, ну так вот мне надежнее, ну психологически. Да, есть люди, которым сложно с интернетом, это непонятно, они могут прийти, как обычно, государственный орган. Бывает, и все вот эти прелести ожиданий, очередей на себя. Это все остается, никто это не ликвидировал. Большое вам спасибо. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город подробности». Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова